Приветствую вас, если вкратце, если вкратце, то вам необходимо либо простить ему его измены, либо, значит, не прощать, но принять какое-то решение, да, то есть, например, ну, допустим, решение уйти от человека, к примеру, вот, ну, все, вы его не простили, да, это так получается, что вы вроде бы с ним, да, вроде бы он изменял, вроде бы вы его, ну, вроде бы простили, вроде бы простили, вот, а вроде бы и нет, да, вроде бы прощение есть, а в то же время вроде бы прощение это и нет, по сути. Вот это уже, на самом деле, ваша незаверченность того, что он вам изменял, это первое. То есть, как-то, ну, на мой взгляд, в высшей степени не серьезно предпринимать измены, если этот вопрос был обговорён, да, если вы уже всё выяснили, например, и так далее, если вас по-прежнему до сих пор это беспокоит, если вас по-прежнему это волнует, если вас по-прежнему это обижает, то здесь нужно либо разговаривать с ним, вот, либо, значит, обращаться к психологу, в том числе к семейному психологу для того, чтобы понять причину измены и либо устранить её, либо прийти к выводу, что больше вы в отношениях находиться не можете из-за этого, да, то есть, ну, как бы, он изменяет, потому что вы его, например, не удовлетворяете, допустим, и так далее, вот. То есть, первое, что нужно сделать, это перестать, значит, обвинять его в изменах, это первое. Второе, второе, что нужно, да, это определить, да, и ваши отношения к изменам, да, то есть, либо вы простили, либо нет, если вы простили, то, соответственно, это хорошо, и вы живёте дальше, либо вы не простили, и в таком случае вы идёте каждый своей дорогой, вот. Второй момент, который, на мой взгляд, является важным, это момент того, значит, что произошло пять месяцев назад, как и сказал мой коллега, почему у вас, значит, не было близости, да, то есть, вот вы пишете, что, значит, близости у вас уже нет пять месяцев, вот. То есть, тут, опять же, что-то произошло, вот. Ну и очень важно понять, как вы воспринимаете семью, да, то есть, в качестве кого вы воспринимаете семью, то есть, я хочу сказать, что, если семья вам нужна исключительно, как социальный институт, то тут нужно всё выстраивать на расчёте, чтобы мужчину было выгодно с вами заниматься, для этого нужно повышать свою привлекательность и его мотивацию, а не просто требовать, вот. Если для вас всё же важнее чувство и климат в отношениях, то тут, опять же, необходимо определиться с мотивами, и по которым вы хотите сохранить семью, вот. В целом, я думаю, я думаю, так. То есть, я бы рекомендовал вам вместе с мужем обратиться к семейному психологу для того, чтобы хотя бы на одной консультации выяснить все нюансы и посмотреть, что можно сделать, вот. Сохранять семью ради ребёнка или только потому, что вы, например, боитесь остаться одна или что-то типа того, но явно не стоит. Этим вы не сделаете счастливой ни себя, ни счастливым своего ребёнка, ни счастливым своего мужа. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok